Всем привет! Это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать пассивы из Advanced English Grammar in Use. И на этот раз у нас очень интересное упражнение 22.3. Здесь возможны варианты, когда пассив вообще сделать нельзя. Но здесь, кстати, очень вообще интересная тема. Это пассив фразовых глаголов. Вообще пассив фразовых глаголов это нонсенс по сути, потому что фразовые глаголы очень разговорные структуры. А пассив это обычно что-то очень формальное. И поэтому как сочетать одно с другим это загадка. И более того, лучше так не делать. Но, тем не менее, чисто теоретически можно задаться вопросом, а можно ли делать с фразовыми глаголами пассивные конструкции? Да, можно, но не со всеми. И можно сказать, даже далеко не со всеми. Итак, значит, наша задача, ну, переделать предложение в passive voice там, где это возможно. А где невозможно, объяснить почему, наверное. Итак, первое. Children often look up to strict teachers. Итак, здесь за нас уже подумали. Strict teachers are often looked up to by children. Здесь мало того, что здесь фразовый глагол. Здесь еще фразовый глагол с более чем одним предлогом. Здесь два предлога. И когда у меня два предлога, это должно настораживать, потому что, как правило, второй предлог существует для связки с дополнением, которое стоит дальше. И если я это дополнение уберу, фразовый глагол потеряет смысл. В этом-то вся суть. Вот поэтому не со всеми фразовыми глаголами можно сделать passive voice. Итак, здесь нам повезло. Здесь passive voice можно сделать look up to. Здесь можно. Это просто исключение, которое надо помнить. Вот, можно себе заметить, что look up to. С ним можно делать passive voice. Ладно, посмотрим второе. Так ли все хорошо дальше будет. The company phased out the product over a period of three years. Итак, компания сворачивала производство этого продукта в течение трех лет. Значит, здесь у нас дополнением выступает the product. С него я и начну. Итак, the product. Можно ли здесь сделать passive voice? Да, можно. Как я это знаю? Я просто знаю это выражение. Знаю, что с ним можно сделать passive. Не более того. Никакого правила для этого нет. Никакой логики здесь не присутствует. Просто надо знать. The product was phased out. Ну и далее. Over a period of three years. Вот сюда. Здесь, возможно, у кого-то возникнет вопрос. Но я же не могу, в конце концов, знать все слова в языке. А как я буду знать, можно ставить passive voice или нельзя? Здесь, что можно на это сказать? Единственное утешение это посмотреть в словарь. Возможно, в словаре будут примеры с этим фразовым глаголом. И если там будут в пассиве примеры, естественно, он в пассиве употребляется. Но давайте для интереса посмотрим phase out в словаре. Посмотрим, что у нас будет. Phase something out. Вот у нас phrasal verb with space. Remove stop. Это нам неинтересно. Нам больше интересны примеры. И, увы, примеров здесь, по-моему, никаких нет. Да, примеров нет. Жаль. Очень жаль. Ничего не поделаешь. Такое бывает. Ну вот, у меня есть, кстати, здесь US-вариант и transitive verb стоит. Переходной глагол. Но оно, в принципе, и понятно. Space something out. И дальше often passive. Вот если у меня есть такого рода заметка, значит, в пассиве это может употребляться. Но здесь просто частный случай. Мне очень сильно повезло. Допустим, я возьму следующее предложение. Вот здесь get down. Точнее, возможно, здесь пассива не будет. Но сейчас посмотрим. The students got the information down as fast as they could. Итак, студенты записывали информацию так быстро, как могли. Возможен ли здесь пассив? Ну, давайте опять проверим себя по словарю. Посмотрим, повезет ли мне в этот раз. Get down просто имеет миллион значений. Мне надо его именно в значении информации. В значении запись. Так, словарь выдает get down to something. Фраза веб – это не совсем то, что мне нужно. Более того, это совсем не то, что мне нужно. Итак. Ну, здесь уровень B1, поэтому тут дело такое. И пассива здесь не будет. Почему не будет? Дело в том, что если я сделаю пассив voice, допустим, вот мне хочется, я очень хочу. Здесь вот information есть. И вот, да, оно стоит как-то странно между глаголом и его частицей. Но я хочу все-таки сделать пассив. Кстати, неважно, может стоять дополнение между глаголом и частицей или не может. Это никак не влияет на то, можно ли из него сделать пассив voice. Но, допустим, the information, вот мне просто хочется. Information was got down by students. Такого предложения никогда мы нигде не увидим. Почему? В чем же причина? Дело в том, что когда я вот эту вот штуку напишу в пассиве, она примет у меня совершенно другое значение. И получается, что информация была унижена студентами. Как-то так вот, что-то такое. Принижена, унижена, опущена, если хотите. Короче говоря, смысл будет совершенно другой. И вот когда смысл моего выражения меняется, а фразовые глаголы, сами понимаете, у них масса значений, и поэтому смысл может радикально меняться, если я поставлю другое дополнение или другое подлежащее, если смысл меняется, то, естественно, пассива здесь не будет. Его не может быть. Здесь нет пассива. Ладно, посмотрим, что в четвертом. Это решение лишило многих людей права голоса. И здесь у меня будет пассив. Здесь нормальное, вполне нормальное предложение. Более того, здесь даже не фразовый глагол. Здесь просто нормальный глагол. Дальше просто родительный поддерж. Поэтому здесь все будет хорошо. Итак, many people. Более того, здесь достаточно формальный стиль. Of the right to vote или their right to vote. Я бы their лучше поставила, но тем не менее. Their, если поставить, предложение будет менее формальным. И дальше мне обязательно нужно указать агента действия, потому что, если я его выброшу, не будет ничего понятно. Будет теряться смысл предложения. By their или this decision. Нет, this здесь не может быть, потому что здесь прошедшее время. Я оставлю the, как и было. Вот такое предложение. Здесь все нормально, все как надо. Ладно, что же в пятом? People often brush up on a foreign language just before a holiday. Здесь та же самая ситуация, что в третьем предложении. Вот здесь. Здесь пассива тоже ни в коем случае не будет. Почему? Потому что здесь фразовый глагол. Очень, как говорится, фразовый. И поэтому, во-первых, это несуразно будет. Получится формальный стиль с очень разговорным фразовым глаголом. Это во-первых. А во-вторых, может очень сильно измениться значение моего предложения. Далее, шестое. Итак, Бен отзвонился или позвонил миссис Пэтл, как только он явился домой. Здесь имеется в виду, что она ему позвонила, а потом он, когда пришел домой, ей позвонил как бы в ответ. Значит, здесь опять же фразовый глагол. Точно такая же ситуация, как в пятом и как в третьем. Здесь очень все фразовое, поэтому здесь, в принципе, не может быть никакого пассива. И более того, если я поставлю, что миссис Пэтл was called back, это может быть понято неправильно. Поэтому лучше пассив здесь не ставить, и здесь его ставить нельзя. Более того. Далее, седьмое. Председатель отложил рассмотрение двух последних, по-видимому, пунктов повестки дня до следующего заседания комитета. Здесь hold over – это достаточно такой глагол, который может быть, можно его ставить в пассиве. И поэтому здесь вот мое дополнение. The last two items were held over. В принципе, здесь есть еще одна карта в рукаве. Hold over можно заменить на слово delay. Или put aside еще как вариант. Но delay лучше. Поэтому можно сказать where delayed. Until и так далее, и так далее. Здесь все дальше без изменений. И здесь, кстати, лучше всего поставить еще the chairperson. Я его не поставила, а зря. То есть, вот оно здесь должно быть. By the chairperson. Или chairman. Ну, в нашем политкорректном мире надо chairperson, чтобы никого не обидеть. В любом случае, это должно быть после over, а дальше уже until the next committee meeting. Вот это вот сюда все. Далее, восьмое. The farmer prevented walkers from crossing the field after he fenced it off. Фермер сделал так, чтобы прохожие или люди просто не ходили через его поле путем огораживания поля. Ну, это так, не дословно и не очень красиво, но смысл именно таков. Короче, фермер огородил поле забором, чтобы люди по нему не ходили. Просто у нас это в активе и в пассиве, ну, никак не скажешь. Здесь у нас аж два глагола, которые претендуют на то, чтобы стоять в passive voice. Здесь prevented и fenced off. Возможно, один можно поставить в пассиве, а другой нельзя. Но на самом деле здесь оба глагола можно поставить в пассиве. Здесь самое главное найти дополнение. Первое дополнение здесь walkers. А второе дополнение здесь it. Как видите, оно стоит между глаголом и частицей. Ну что ж, посмотрим, что у нас получится. Итак, the walkers, далее where prevented, здесь прошедшее простое время. Далее from crossing the field, тут ничего не меняется. Дальше after. А дальше я ставлю сразу it, как дополнение, которое теперь стало подлежащим. Здесь вот это подлежащее, а здесь вот это подлежащее. И далее was fenced off. И дальше мне желательно тоже сказать by the farmer, чтобы можно было понять, кто же это поле огородил. Здесь даже past perfect можно было бы поставить after it had been fenced off, как вариант. Если мы уже говорим официально, то можно и красиво сказать had been fenced off. Можно и так. Вот такие вот предложения. Мораль основная такова. Да, можно проконсультироваться со словарем, но, как вы видели, не всегда везет. То есть иногда в словаре может не быть информации. Нужен хороший словарь. Кембриджский словарь онлайн, он, к сожалению, только на уровень B1 тянет. А эта книга рассчитана на уровень B2. Поэтому, естественно, есть далеко не все. Значит, можно пользоваться хорошим фразеологическим словарем. Там это все будет. Но если у меня нет под рукой ничего хорошего, что мне делать? Можно руководствоваться чисто практическим соображением такого рода, что фразовые глаголы – это неформальная речь. Это informal speech. Поэтому неформальные фразовые глаголы не могут сочетаться с passive voice, который является элементом очень формального языка. Passive voice – это очень формально и очень официально. И поэтому сочетать неформальные выражения с формальностью – это дурной тон. Это не есть хорошо. Да, чисто технически, чисто теоретически, если хотите, это может сочетаться. Но это лучше не делать. Так будет значительно лучше. Потому что в глазах многих людей кажется, что то ли человек не понимает вообще, что он использует, то ли он не понимает смысла пассивного страдательного залога. Поэтому лучше не злоупотреблять фразовыми глаголами в passive voice. Да, бывают ситуации, когда этого не избежать. Но это скорее исключение из правила. И вот из всего, значит, если посмотреть, кстати, внимательно на наши предложения и проанализировать их, то если посмотреть, допустим, на первое предложение, да, здесь стоит фразовый глагол. Но такие предложения обычно употребляются где? Обычно это в газетах где-то что-то такое, какие-то публикации, ну, что-то в этом роде. Поэтому можно сказать, что это отчасти формальная речь. Равно как и второе предложение. Здесь тоже достаточно формально. Компания снимала с производства там чего-то там. Мы так не говорим в нашем разговорном языке. Мы скажем проще. They phased out the product. И все. И не будем морочить себе голову. Далее четвертое. Здесь тем более очень формально. Это явная публицистика. Людей лишили права голоса, что-то такое. Кто так говорит? Мы в повседневной жизни о таких вещах вообще обычно не говорим. Далее седьмое. То же самое. То есть председатель отложил рассмотрение вопросов. Это формул. Очень даже формул. Ну и последнее предложение. Это вот такое вот, по большому счету, это единственный случай, где можно было ставить хоть пассив, хоть актив. Вроде как все равно. И вроде как этот так называемый фразовый глагол, он и не такой уж тут фразовый. Это самый обычный глагол просто с предлогом. Ничего не более того. Равно, кстати, как и в четвертом. Это не есть фразовый глагол. Deprived of the right to vote. Это просто ситуация, когда после глагола стоит предлог, который связывает глагол с дополнением, которое в родительном падеже. Ну а третье, пятое и шестое, где, собственно говоря, стояли классические фразовые глаголы, именно фразовые глаголы как раз в пассиве и не употребляются. Из этого мораль, сами видите, какая. Напоминаю, что это было упражнение из Advanced English Grammar in Use. Скриншот всей этой страницы будет по ссылке в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.